Иисус Христа Иисус Христа Иисус Христа Он начал проповедовать о том, что Господь Иисус Христос не является Богом, что Он является одним из высших творений Божьих, но при этом не является Богом, не является единосущным Отцу и Духу Святому. Он не мог вместить догмат Святой Твоицы, как, пожалуй, никто не может его вместить, но Он и не верил в этот догмат. То есть Он считал, что Иисус Христос не является Богом. Вот эта елесть, она охватила Церковь и было необходимо создать, собрать Семенский Собор, на котором бы святые отцы рассмотрели бы это учение и определили, верно оно или можно. И вот на Первом Семенском Соборе было определено, что вот это учение, оно является елестью. И был Ария предан Анафия. Братья и сестры, надо сказать, что такое вот елесть, вот чем елесть отличается от заблуждений. На самом деле, братья и сестры, если вот каждого из нас спросить вот подробно, даже вот нас, священнослужители, имеющие духовное образование, если начать спрашивать, то можно в любом из нас найти какое-то заблуждение, ведь это какая-то вот неточность какую-то богословскую, может быть, даже явное заблуждение. Но, братья и сестры, елесть – это не просто заблуждение. Елесть заключалась в том, что Арий, он не принял решение в Семенском Соборе. Он не признал то, что он заблуждается. Елесть, как говорят святые отцы, это упорство в воле. Это когда человек уже идет против Церкви. Как нам говорит Евангелие, что повесь в Церкви, и вообще Церковь прислушает, будет тебе как язычник, им и так. Вот это и есть основание собрания соборов и собрания Вселенского Собора. И если человек отвергает мнение Церкви, он уже не является членом этой Церкви, он сам себя отделяет от тела Христова. Поэтому, братья и сестры, вот эта елесть – это когда человек сознательно, умышленно противится в Церкви. В Церкви, говорит нам Господь, столб и утверждение истины. А когда человек вместо Церкви ставит себя на это место, свой ум как телевый, вот тогда начинаются братья и сестры, елесть. Православная Церковь говорит о том, что в принципе у каждого, даже святого отца, может быть заблуждение такое. Именно когда они вместе говорят об одном и том же согласном, вот это и есть мнение Церкви. Мнение Церкви – это мнение святых отцов, свободности и, естественно, мнение Вселенских Соборов. Конечно, братья и сестры, вот вера, многие догматы, церкви, постулаты, истины, они могут быть для человеческого ума действительно непостижимы. Многие вещи, вот это тоже догматика, троица, догмат Бога человечества, Иисуса Христа, а где-то другие богооткровенные истины, человеческому уму по его именно ограниченности трудно принять. Но, как говорит на Писании, как учит нас апостол, нужно было пленять послушание Христова. Необходимо вот это доверие, доверие Богу, доверие Церкви, доверие святым Отцам. Вот если вспомним интересный случай в Евангелии, когда к Иисусу Христу пришел Отец, у которого был болен Сын, он был бесноватый, и он пришел и просил Господа, чтобы он истерил этого обрака. Господь спрашивал его, веришь ли ты? И вот этот человек говорит удивительные слова. Он говорит, верю Господи, помоги моему не верить. То есть, он бы хотел верить, но вот уже даже, как в этом повествовании говорится, он бы хотел к ученикам, ученикам, истерить его обрака. И, конечно, этот человек сомневался, но он хотел верить, он доверял Богу. Вот это слово доверие, то есть, вот в этом слове можно видеть такой интересный момент. То есть, доверие, то есть, это что-то, что предшествует вере, что происходит в нас до нашей веры. Вот это доверие. Когда человек доверяет, он, может быть, еще не верит, но он доверяет. И вот на этом доверии основывается дальнейшая потомка веры. Поэтому, братья и сестры, помоги Господь нам действительно доверять, учению святых отцов, доверять Церкви. В чем-то поможет нам Господь, помолит нам святых отцов, Белого Вселенского Собора и всех святых. Аминь.